Между тем, Казахстан инвестирует 1 миллиард рублей, а по нынешнему курсу это свыше 5,5 миллиардов тенге в разработку нового российского самолета. Об этом Atomician Business сообщил главный эксперт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Ильжас Женелисов. Наше государство получит миноритарную долю в проекте, а также лицензию на производство нового воздушного судна «Байкал». Оно придет на замену кукурузнику «Ан-2», который эксплуатируется с 1947 года. Эксклюзив от Диаса Иркинова. Смотрим. Проект, о котором мы детально расспросили у специалистов профильного ведомства, судя по их ответам, перспективный. И даже уже есть ориентирный экспорт. Конечно, главный вопрос – за чей счет банкет? Самолет «Байкал», который должен прийти на смену морально устаревшему «Ан-2», будет собираться в Казахстане. Россияне вкладывают 4 миллиарда рублей, наша сторона – миллиард в российской валюте. С условиями проекта и в соответствии с достигнутыми договоренностями установлено, что доля казахстанской стороны в совместном проекте составит не менее 20%, что составляет 1 миллиард рублей. В настоящее время проводится работа по определению способов финансирования данного проекта в рамках государственного частного партнерства. Поиском же частного инвестора сейчас занимается ТО «Казахстанская авиационная индустрия» – структура при министерстве. Нам пояснили, что Казахстан получит в проекте миноритарную долю в 20%, а также лицензию на производство нового воздушного судна. По мнению экспертов, такой самолет можно использовать в гражданской авиации, сельском хозяйстве, военном производстве, а также в медицине. В казахстанской авиационной индустрии рассказали, что идею о совместном строительстве самолетов вынашивали с 2018 года. Байкал будет дешевле других аналогов. К тому же уже есть интерес со стороны иностранных потребителей, уточнили нам в компании. В частности, заинтересовались Узбекистан, Кыргызстан и даже страны Латинской Америки. Проект предразумевает сборку самолетов на территории Казахстана, причем сборку даже в экспортном варианте. То есть не только мы будем покрывать потребность казахстанских эксплуатантов, но и будем стараться вывезти этот продукт за рубеж. На данный момент мы рассматриваем варианты пассажирско-транспортный самолет, далее самолет для выполнения химических работ, для обработки сельскохозяйственных угодий. Также имеются у нас заявки и запросы заинтересованность наших эксплуатантов. Это санавиация. Само предприятие КАИ работает только 9 лет. Строительством самолетов занимаются последние 3 года. Авторитетный сельхозпроизводитель Иван Сауэр в телефонной беседе с Атамикен Бизнес отметил, что самолет – это все-таки самолет. И содержание аппарата в неквалифицированных руках может привести к плачевным последствиям. Бизнесмен рассказал, что готов обрабатывать свои поля с помощью таких байкалов, но при условии, что содержание самих летательных аппаратов будет под присмотром специализированных предприятий. Дело в том, что это должно быть там целая служба, безопасность полетов и так далее, и так далее. Ненормально на уровне одного хозяйства каждый сейчас начнет себе самолеты покупать. Это не есть правильно. Я считаю, что это должно быть специализированное все-таки предприятие. Ну, если завтра кто-то придет и скажет, мы готовы обрабатывать ваши поля, мы рассмотрим это предложение. Я не говорю, что я от этого отказываюсь, но надо конкретно обсуждать, на каких условиях, как они будут работать и так далее. На наших огромных просторах, конечно, авиация еще может долго и долго служить, если это будут надежные самолеты. В казахстанской авиационной индустрии уверяют, что производство легкого самолета «Байкал» — это лишь начало. В будущем планируют строить самолеты с большим объемом. Но главное, чтобы наполеоновские планы не привели к уже привычному для казахстанцев закрытию предприятия. Достаточно вспомнить авиазоот в Караганде, который за пять лет существования не произвел ни одного самолета. И в итоге был признан банкротом.